Главная тема выпуска. Завершился зональный тур корпоративного фестиваля «Фатил». Из Ханты-Мансийска вернулись артисты и творческие коллективы домов культуры «Прометей» и «Юбилейный». Вместе с ними и наша съемочная группа, которая на протяжении всей конкурсной недели следила за выступлениями на Дымчан. Все подробности в специальном репортаже выпуска. Поездка творческой делегации «Общество Газпромдобыча на дым» в Ханты-Мансийск началась с приятной ноты. Перед вылетом дружно поздравили одного из участников – Данилу Лобанкову с днём рождения. Такие поздравления – одна из добрых фестивальных традиций. На пресс-конференции, её провели в день открытия фестиваля, многое интересно говорили о развитии «Фатила». О том, что он давно вышел за рамки народного творчества. О том, что по охвату регионов России не найти другой арт-площадки подобного масштаба. О том, что уровень участников высокопрофессиональный. У нас в южной зоне было 1300 участников только. А общее количество – до двух примерно тысяч человек. Там ещё кураторы, волонтёры и так далее. А Олимпийские игры, зимние, которые проходили в Сочи – 2200 человек. Вот кто, кроме, я вам хочу сказать, кроме «Газпрома», вообще никто этого не проводит. Потому что не проводит. Искусство и культура – это прежде всего воспитательный фактор в нашем обществе. К сожалению, мы этому забыли. Я очень счастлива тому, что «Газпром» проводит системную работу в этом направлении. «Если ты можешь мечтать, то можешь воплотить свои мечты в жизнь», – говорил Ол Дисней. Праздник открытия фестиваля длился полтора часа. На сцене один образ менял другой. Вехи истории – новые поколения. Из номера в номер зрители погружались в мир дюрёвсы фантазий. Путь к воплощению мечты для многих начинается с репетиционного зала. Конечно, факел – это очень сильный уровень. Мы сами лично, вот я и Миша, ещё ни разу на факеле не были. Но наш коллектив был и ни разу был. И по рассказам это очень серьёзный конкурс. Достаточно сильные соперники. И мы, в принципе, готовы к этому и в предвкушении этого. Потому что никогда на таком масштабе мы ещё не выступали. Но ждём невероятных эмоций, дружбы, сплочённости. Жечь на сцене. А если чем поделиться, то это, наверное, только вот этой уверенностью, вот желанием посостязаться на новом уровне. Такие уроки артисты называют бесценными. На мастер-классах педагоги говорят о движении вперёд. На что обратить внимание? Зачем нужно следить? Какую эмоцию давать? Разбирают самые различные этюды и комбинации. Особенности выступления, роль сценического опыта. Проговаривают приёмы, которые помогают раскрепостить ребёнка на сцене. Одна из актуальных тем – подбор костюмов. Ведь они должны соответствовать содержанию номеров. От взгляда именитых мэтров не ускользнёт ни одна деталь. Хочу выразить уважение тем педагогам, которые не боятся перед конкурсом привезти своих детей на мастер-класс. Ну, так построена программа фестиваля, что они приходят к нам на мастер-класс перед конкурсом. И есть опасность, конечно, такая, кто-то так думает, что это плохо, что ребёнок должен себя показать сразу на сцене, а потом нужно полёты разбирать. А мы как раз считаем, что учиться надо до. Конечно. И потом ребёнок, когда здесь получает какой-то урок, мы обычно ребёнка расслабляем, чтобы им было легче, чтобы им было приятнее на сцену выходить. Поэтому дети, которые вот здесь повыступали, поволновались уже здесь, им потом гораздо легче на сцене. Педагог, он должен очень пристрастно и придирчиво смотреть. Но в то же время, если это сделано талантливо, если это убеждает, то, например, кроме радости, вот я как зритель, как педагог, я ничего не испытываю. У меня, например, огромная радость, если я вижу что-то действительно высоко художественное. «Рождество выступает не в первый раз, но это не даёт права расслабляться», говорит Наталья Нурулова, руководитель ансамбля. В 2011 и 2013 году в Томске этот коллектив был удостоен звания лауреата первой степени. К нынешней поездке артисты готовились больше года. Вновь акапелла. И в этот раз решили взять более сложное произведение. В песне, исполненной в Ханты-Мансийске, есть слова, ставшие их девизом. «Всё в наших силах». Мы выдохнули, мы выступили, старались как могли. Массу впечатлений мы потом расскажем. Я выступаю не первый раз на факеле, но всё равно чувствуется волнение. Каждый раз, когда выходишь на сцену, волнуешься. Но потом, когда выступаешь, чувствуется такое облегчение, и что всё закончилось, и можно отдыхать. Для Натальи Теримовой это вторая поездка на фестиваль. У неё немало лирических песен. Но здесь, признаётся солистка, захотелось ярко выразить чувства, показать бодрость духа. Кстати, жюри постоянно напоминает. На сцене важно творчество, а не техника. А поддержка коллектива добавила Наташе сил и весёлого настроения. Всегда ощущение команды в творчестве или не в творчестве, везде команда – это сила. И поэтому, конечно, когда выходишь и слышишь поддержку, это настолько добавляет уверенности в себе. И вот эта уверенность на сцене, она во многом зависит от зрителя. Трёхдневный конкурсный марафон или 143 выступления в столице Югры. Творческие программы представлены в четырёх основных номинациях. Вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанр. Жюри фестиваля не скрывают, что ждёт от артистов – самобытности, индивидуальности, высокого профессионального уровня. Соревнования прошли среди трёх возрастных групп. Дети от 5 до 10 лет и от 11 до 16, взрослые – от 17 лет и старше. Я много репетировала, и, к сожалению, заболела к факелу первому и ко второму сейчас. Но всё равно я не отпущу свою победу и буду бороться до конца. Подбиральный репертуар – это в первую очередь индивидуально. Я вижу, что она может, я вижу, куда расти. И, естественно, смотрим по максимуму, что подходило по тембру и по характеру. И слёзы, и переживания хочется сделать какую-то работу и помочь руками, ногами, за них что-то. Настолько хочется им помочь. Переживаешь очень сильно, правда.